Из-за оттепели дорожники понизили грузоподъемность ряда переправ в Верхнетоемском, Красноборском, Холмогорском, Мизенском или Шуконском районах Архангельской области. Водителям машин, весящих более трех тонн, рекомендуют перед выездом звонить в Центр управления движением. Оперативную информацию о состоянии ледовых переправ можно получить по телефону 20 66 68. С февраля по май этого года профессионально-образовательная организация Архангельской области проводит Дни открытых дверей. Допустники и их родители смогут получить подробную информацию об условиях поступления и образовательных программах в техникумах и колледжах. Для них организованы специальные мастер-классы, а также экскурсии по учебным корпусам и мастерским. Планируются встречи с работодателями. Сегодня утром в церкви Зосимы Саватии Германа Соловецких, который является частью Соловецкого подворья, произошел пожар. На место прибыли сотрудники внемедренственной охраны, пожарные и спасатели. Происшествию на объекте культурного наследия сразу же присвоили повышенный номер сложности. Предполагаемой причиной пожара стала неисправность электрического конвектора. Проблем с тушением и водоснабжением не возникло. И вскоре возгорание было ликвидировано. В издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера» открылась книжная выставка, посвященная 95-летию со дня рождения русского писателя и публициста Федора Александровича Абрамова. Специалисты предприятия подготовили и отпечатали более 10 книг с творчеством нашего земляка. А также были выпущены книги с воспоминаниями друзей и коллег писателя. Посетить выставку можно по адресу проспект Новгородский, 32, телефон для справок 28-63-18.